Друзья, всем привет! Хотела вам такой прикол в местном нашем городе сказать. Я вам показывала уже эту тему, вот продолжение. Практически все стены в нашем городе разрисованы такими надписями наскальными и прикол. Друзья, пожалуйста, не рисуйте на стенах, это дорого нам обходится. Да, действительно, антивандальное покрытие очень дорогое, и смывать тоже. Они так послушали, они прям сразу послушали, причем со всех сторон это объявление. Не помогает. И так весь город у нас в такой красоте. Никакие объявления, никакие увещевания, ничего не действует. Весь город. Гуляла я, гуляла по городу, и вдруг попадается мне олень. Еще у нас коровы по всему городу стоят, олени, коровы. Знаете, что увидела? Local Cafe. Это кафе местное, вот, Самурай называется. И вот такая летняя. Это даже не веран. Здесь, скорее всего, тент, наверное, установят. Стол посередине и в виде сиденья качели. Вообще круто. Сейчас отойду подальше, чтобы полностью был обзор. Вот такой крутяк. Друзья, гуляя по нашему городу, можно не только качельки, карусельки увидеть. Не перестает он удивлять. Вот главное, мимо не ходите. И вот под этим домом адрес. Сейчас посмотрю адрес. Подождите. Терешков 6А. Терешков 6А здесь подсказывают мне. Посмотрите, какая здесь ледяная сказка, я бы даже сказала. Как это образуется, я вообще не понимаю. Ведь там у других подъездов нет, а здесь, причем, не спят. А, на пятом сбивали, скорее всего, да. Там, наверное, защитили свой балкон. Да-да-да, там видно, что сосульки сбиты. А дальше вот такие... Столотиты, правильно они называются. И вот такая огромная сосульенция. У меня вопрос в виде такие картины чудные в нашем городе, да. Куда смотрят наши управляющие компании? Почему до этого никому нет дела? Это начиная от того, что это опасно для жизни, да. Ну, понятно, под окнами вряд ли кто-то пойдет там, сугробы снега. Но, тем не менее. Вот эти квартиры сто процентов, там козырьки все подлетают с балконов. Как это? Как? Такое ощущение, как будто лилась вода, там затопляла квартиру. Ну, там, самое главное, с крыши это идет вот. И представлюсь, перед окнами такая красота. Да. И вот, если обратите внимание, стена вот здесь вот около балкона слева, она обледеневшая. То есть, это означает, что насквозь промерзла. Представляю, какой холод в квартирах. Гуляю по Терешковке иду. Чем мне нравится Держинск, он у нас окружен лесами со всех сторон. Ну, здесь такой лес, буреломный. Вот, самый лучший лес это на бульваре Космонавтов, где я на лыжи катаюсь. Есть у меня такое видео. Вот, время, наверное, пятый час уже вечереет. А я иду вон туда в магнит, вон в тот большой магнит. Давно там не была. У меня сегодня опять дочь приедет, съездила, опять сдала экзамен на пять и опять едет домой. И хочу приготовить шурпу. Чем мне нравится этот суп, туда все кладется практически целиком. Но вкусно получается. Вообще, вон туда сейчас пойдем с вами. Вот мы подошли к магниту. Сейчас погуляем, посмотрим, что там. Там, по сути, должны цены быть немножко пониже, чем в обычных магнитах. Практически такой гипермаркет. Пойдемте посмотрим, что почем. И заодно продуктов купим. Вот такой он огромный. Сейчас походим, купим все самое необходимое для шурпы. Ну, еще что-то там молоко надо. Сейчас посмотрим, что почем здесь. Вот чем хороши такие магазины, это скидками. Купила дезодорант. Вот этот вот. Дионик очень хороший. По 114 рублей всего. Здесь, если покупать что-то, то по скидкам. Кстати, да, бананы 69 рублей. А в пятерке 71, а в марте 77. Хотя с фруктов и овощей надо вот еще взять на суп. Фруктики. Здесь, конечно, фрукты намного дешевле, чем пятерочки. И даже в том же марте мы целую телегу набрали вот овощей и фруктов. И для шурпы перец, помидорки и фруктов. Целая-целая тележка. В молочном отделе, думаю, сыр, творога надо взять, что-то такое вот. И нашла какой-то сыр. Первый раз такой вижу. Сыр твердый. Короче, пик выговоришь. Красный стоит 219, а черный по скидке 196. Надо взять тот и тот попробовать. Я вообще обожаю сыры, а эксклюзивные сыры вдвойне. Вот еще какие-то интересные сыры. Это вообще как подарочек. Вообще-то круто. 108 рублей, 70 рублей какой-то. В общем, решили сегодня вечером романтик устроить. И к эксклюзивному сыру решили взять эксклюзивное вино испанское. Мне этикетка нравится. Сиреневый. Люблю сиреневый цвет. Давай, берем. Смотрите, какие эксклюзивные итальянские вина. Прикольно. Это, может быть, острые козырьки, наверное. Только главного героя чуть здесь не вижу. Возможно. Кепки, по крайней мере, у них такие же. А есть еще вино, как чипсы. Как коробка из-под чипс. Слушайте, как прикольно. А где здесь наливать? 1199. Пошла я готовить. Вкусняшки. И вечером романтик. Знаете, что я хочу? Я очень сильно хочу лимонадика. Надо посмотреть. Это колы. Так. Знаете, какую, наверное, черенголовку куплю. Или старого. Да. Черенголовка. Она двухлитровая. Она большая. Очень вкусные лимонады. На минералке. Давай, байкал. Давай. И сорого. Вот еще. Тоже хорошие. Они на минеральной воде. Вот эти вот. Лимонадики. Такие натуральные. Квас. Скоро лето. Ура! Скоро лето. Еще чуть-чуть и лето. Полгода осталось и лето. Да. Возьмем черенголовку. Байкал. Вкусный очень лимонадик. Очень вкусный лимонадик. Надо закрыть, а то выдохнется. И прямо напротив магнита. Вот такой отдел. Для труселя. Лучше название не придумаешь. Купили огромную кучу еды. Чек, хотя небольшой. Так, все понемножку, понемножку. И вот так вот. Такой цельчик. 1694. И мне еще надо мясо, говядину зайти сейчас купить. Для шурпы. Это еще не все растраты. Друзья, такой краткий обзор. Мега закупки. Эго, ряженка. Купили вот такой большой кусок мяса. Это говядина на косточке. Это для шурпы. Сейчас буду супчик готовить. Связка бананов. Перец острый нужен мне для супов. Купили две упаковки. Большую такую творожную массу. И вот я себе вот такой сырочек взяла. Хурма. Помидоры. Лук. Перцы. Купил две штуки. Потом шурпы решил побольше. Завтра же Ксюша приедет. Будет побольше сварить. Еще купила два. Вот такой чудо-йогурт. Коктейль вообще обожаю его. Это мне и Ксюше тоже. Газировку почти выпили. Яблоки. Два вида. Такие яблочки. Такие. Это катам. Курицу купили. Сейчас буду готовить макароны с курицей. Вот. И супчик. Это морковка тоже на суп. Вот. Ну еще плюс вино. О, сыр мы уже убрали. О. Это больше. Это, наверное, больше двух тысяч. Где-то, наверное, деньг вот так вот. Да, больше двух тысяч ушло. Все. Я начинаю готовить. И заниматься делами. Потом покажу вам. Шурпы итог. Процесс не буду показывать. Покажу только итог. Симба. Симба нельзя мясо. Симба. Наглая рыжая морда. Вот она, наглая рыжая морда. Хочет мяско наше съесть. Ну вот и все. Шурпа готова. Если кто не знает, что это, это варится говядина. Ну, можно, конечно, баранину, но я не люблю баранину. И крупными кусками туда крошится морковь, колечками, перец болгарский, помидоры, лук. Все очень-очень крупно. Специи, чеснок и крупной картошкой. Получается вот такая вкуснятина обалденная. Я, Ксюша, как только сказала, что шурпу готовлю. Она же там вообще от радости завизжала. Еще будут макарошки и курочка в духовке. Ну все. Всем пока-пока. Завтра выложу трешевое видео. Смотрите. И в обморок не падайте. Все, всем пока-пока.